Это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем. Давайте посмотрим на актировки ведущих криптовалют, согласно сайт CoinGecko. И здесь видно, что рынок зафиксировал в основном маленькое такое повышение, то есть отскок за последние 24 часа, и таким образом кажется, что рынок пытается стабилизироваться после вот этого сильного снижения или коррекции, которая произошла в последние дни. Итак, сегодня понедельник, мы проанализируем график биткоина. Текущая цена у биткоина примерно сейчас увидим 36 767, это дневной таймфрейм. Мы сейчас перейдем к месячному таймфрейму, чтобы начать с месячного таймфрейма, как всегда, наш анализ, технический анализ и свечной анализ графика биткоина. Вот он, практически график. Что у нас есть? Во-первых, до конца месяца еще примерно одна неделя. Последняя свеча может поменяться в любом направлении, но на данный момент видно, что это мощная медвежья свеча, которая сформировалась после вот этой череды бычьих свечей. Здесь был додж с длинными ногами. Свеча, которая показывала, что рынок консолидируется, наступила неопределенность. Однако, я хочу еще раз подчеркнуть, что время все равно вершина была выше предыдущих, впадина была выше предыдущих, то есть бычий сантимент сохранялся. И сейчас эта медвежья свеча пытается все это развернуть, отменить, потому что у нее локальный минимум ниже предыдущего, то есть локальный максимум ниже предыдущих, локальный минимум ниже предыдущих. То есть это говорит о том, что появляется медвежий сигнал. Можно ли сказать, что это разворот тренда? Я считаю, что это очень рано утверждать, потому что у нас пока ничего такого глобального не изменилось на тренде, здесь простым глазом видно, что график идет вверх, да, произошла некая коррекция, мы поэтому ее сейчас анализируем. Но на месячном тайм-време эта коррекция говорит о том, что быть им нужно быть очень аккуратным, глубокие коррекции могут произойти в любое время, не просто в текущей части графика, в графике и в будущем, но это медвежий сигнал, на который стоит практически обращать внимание и практически быть начеком. Сейчас Weekly. Давайте вспомним, что на Weekly у нас был рост, консолидация, рост в виде три белых солдата, консолидация, вот она практически эта консолидация. На прошлой неделе практически мы увидели, что консолидация прикоснулась к нижней части вот этого рейнджа, и сейчас практически график упал. И это еще один медвежий сигнал на Weekly, что выход произошел вниз. Однако, пока еще рано говорить, что это разворот, мы это сейчас увидим на дневном тайм-време, потому что, кто знает, вдруг представьте себе на фоне некого отскока, график вернется рано или поздно в эту зону практически. Консолидация получится на графике более длительного, что здесь была волатильность. Стоит ли на это обращать внимание? Я думаю, что да. Стоит ли на это базировать свою трейдинг-стратегию? Каждый уже сам для себя решает. Я не хочу сказать, что тут есть сигнал, указывающий на отскок. Сейчас мы это посмотрим на коротких тайм-фреймах. Но я все-таки, да, здесь медвежьи сигналы практически появляются как и на Месячном, так и на Weekly. Но давайте попытаемся выяснить, может быть, вдруг это некая волатильность, которая просто произошла в последние дни недели. Так что здесь делать глобальное заключение о развороте тренда, я считаю, что еще преждевременно. Дневной тайм-фрейм. Вот он график. Это консолидация. Мы знаем, что не было консолидации на более коротких тайм-фреймах. Тут практически был восходящий тренд. Мы практически знаем, что угол этого тренда практически начал меняться. То есть вот он практически последний канал. Тут до этого был более стремительным. Рост был более стремительным. Это говорило о замедлении тренда. И вдруг прорыв и падение. Сейчас, то есть, график упал очень глубоко. Давайте сейчас посмотрим на скользящие средние. Я еще раз добавлю на этот раз, как и в предыдущий раз, три скользящие средние. То есть это месячная, 30-дневная скользящая средняя на дневном тайм-фрейме. Следующая, конечно, это 90-дневная или в нашем случае трехмесячная скользящая средняя. И, соответственно, последняя, конечно, это годовая или, я округляю здесь, 360-дневная скользящая средняя на дневном тайм-фрейме. Практически вот она как выглядит. Что у нас есть? У нас здесь Moving Average Crossover. Пересечение скользящих средних. Мы это видели. Это был первоначальным таким медвежьим сигналом, указывающий на потенциальное более глубокое падение и коррекция во время этой волатильности. График упал ниже линии тренда. Мы это видели ниже скользящих средних. Все, что происходит. График приблизился к этой годовой скользящей средней. Я хочу сказать, что я лично считаю, что это не является рекомендацией для совершения каких-либо сделок. Я никогда ничего не рекомендую. Человек сам для себя делает вывод. Я просто озвучиваю свое видение. Я не утверждаю, что я прав. Я знаю, что есть очень много экспертов, которые имеют совершенно другой взгляд по сравнению с моим. Экспертов достаточно. Так что каждый для себя уже сам решает. Я не утверждаю, что я прав. Мне кажется, что в этой зоне есть хорошая поддержка для графика биткоина. И может быть, вот эти попытки вхождения в эту зону и прикоснуться к годовой скользящей средней, это были практически вот эти минимумы, после которых график развернется и пойдет вверх. Но это может произойти еще глубже. И чуть позже отсюда график развернется вверх. Плюс, я не исключаю некий очень негативный сценарий, когда практически график просто попытается приблизиться и к предыдущему историческому максимуму 2017 года, чтобы практически на фоне некой волатильности график, соответственно, нырнул еще глубже и уже чуть позже приближаясь к этой зоне практически предыдущей локальной вершины 2017 года, чтобы отсюда начал график расти. Но мне кажется, что здесь формируется некая зона, от которой практически график будет разворачиваться. Чисто это по своему ощущению. Тут нет ни одного графического индикатора и так далее, который бы показал, что да, здесь будет разворот. Но здесь есть технические индикаторы. На мой взгляд, подчеркиваю, что появляется поддержка. Поддержка это годовая скользящая средняя. И это практически условно вершина 2017 года. То есть где-то здесь есть мощная поддержка. На мой взгляд, я сейчас прячу эти скользящие средние. Мы перейдем к более коротким таймфреймам. Когда я ожидал, что может график развернуться и потихонечку пойти вверх и начать снова идти к этой вершине в 60 тысяч долларов. Потом зигзагом, чтобы продолжил рост к уровню 100 тысяч, 150 тысяч, 10 тысяч долларов, которые я верю, что будут достигнуты в этом бычьем тренде, который находится в самом-самом начале. Лично мое мнение, знаю, что многие с этим не согласны. Каждый действует по своей стратегии. Я считаю, что бычий тренд только-только начинается. И вот это тестирование практически предыдущей вершины и выход из бычьего тренда об этом, на мой взгляд, свидетельствует. Поэтому я продолжал стратегии доллар-кост-эвериджинг. То есть поэтапно, каждый месяц понемножку подкупать криптовалюту. Хочу сказать, что биткоин в основном я не покупаю на данный момент. Есть, на мой взгляд, более интересные криптовалюты. Но уже каждый для себя сам решает. Без сомнений, для начинающих или для более консервативных инвесторов биткоин может быть самая удачная покупка на криптовалютном рынке. Итак, идем дальше. Когда я ожидал вот этот отскок и разворот. На четырехчасовом таймфрейме, если пойти, видно вот это движение вниз. Но мини-тренд, который здесь нисходящий, он не заметен. Хотя я хочу сказать, я его вижу. Может быть, другие его видят. Но, может быть, многие его не видят. Поэтому упускаюсь вниз. Вот оно снижение вниз. Нисходящий тренд виден, но он более виден на 15-минутном таймфрейме. Я редко упускаюсь на эти мелкие таймфреймы во время моих обзоров. Потому что обзор становится длиннее. И, может быть, для многих это не будет так интересно. Плюс, на самом деле, я иногда, если честно, хочу сказать, что я не очень уверен, что кто-то и смотрит эти обзоры. Есть только один, можно сказать, знакомый из Хайва, Краниум, который практически он часто смотрит мои обзоры. Кроме Краниума, я думаю, что вряд ли кто-нибудь еще смотрит эти обзоры. И, может быть, когда-то меня кто-то спрашивает, а если никто не смотрит твои обзоры, почему ты их делаешь? Я вам в конце обзора скажу, почему я продолжал делать эти обзоры. Хотя, может быть, и никто их не смотрит. Но сейчас в конце обзора я скажу свое мнение. Вот он, мини-канал на 15-минутном таймфрейме. На мой взгляд, если биткоин как-нибудь выйдет из этого канала на коротких таймфреймах, на 15-минутах, на 30-минутном таймфрейме, я сейчас это покажу. Вот что хочу сказать. Если биткоин сделает прорыв, выйдет из этого канала, вот практически так, и потихонечку потом протестирует как-нибудь верхнюю границу канала и возобновит, ну, как-нибудь рост имею в виду. И здесь начнет, наоборот, на коротком таймфрейме формироваться восходящий тренд, то есть череда из повышающихся впадин и вершин. Вот это уже будет сигналом о том, что возобновляется рост. Я предполагаю, что на более тяжелых таймфреймах, начиная с 4-часового и уже там дневного weekly таймфрейма, будут формироваться и медвежьи разворотные практически модели. То есть имею в виду свечные разворотные модели, которые будут показывать, что и на свечном графике, на более тяжелых таймфреймах, не только на 15-минутном, формируется практически разворот и возобновление тренда. Если это произойдет, вот, пожалуйста, там может нарисоваться хороший сигнал, указывающий на потенциальную покупку. Но еще раз хочу сказать, этого сигнала с целью я показал 15-минутный таймфрейм. Этого на данный момент нет. Мы продолжаем двигаться в исходящем тренде на коротком 15-минутном или 30-минутном таймфрейме. Так что это чисто теоретический сценарий, который я хочу выложить, чтобы понимать, когда можно подключиться к росту более практически надежно, консервативно, когда есть сигнал. На данный момент этого нет. И еще раз хочу сказать, я не исключаю некий более практически негативный сценарий, как я показывал, более глубокое падение внутри этого нисходящего канала, за счет которого практически рост от вот этой зоны поддержки будет позже. Но я наблюдаю за этим каналом. При выходе вот тебе, пожалуйста, может появиться первый бычий сигнал, указывающий на возобновление роста от вот этой, грубо говоря, предыдущей впадины. Чисто технически и теоретически. Эта предыдущая впадина внутри вот этого роста здесь также практически формирует поддержку. Значит, в качестве заключения, может быть, скоро начнется как-нибудь разворот и возобновление роста. Поддержку оказывает предыдущая впадина на дневном таймфрейме. То есть, это впадина во время вот этого практически здесь консолидации или коррекции. И зона практически, которая приближается к уровню от all-time highs 2017 года. И, конечно, скользящая средняя, имею в виду годовая или 360 дневная, которая находится здесь. Итак, друзья, у меня на самом деле по графику на этом все. Сейчас хочу коротко сказать, почему я делаю эти обзоры. Хотя я думал, что кроме экрана, может быть, никто их даже не смотрит. Потому что я вижу, что там есть 5-6 просмотров у каждого видео. И они, если посмотреть на как долго вот этот посетитель на страничке, там 20 секунд, 30 секунд. То есть, это как называется, рэндом клик. Кто-то просто кликнул там на это видео. Почему я делаю это? Вы знаете, я занимаюсь инвестициями, трейдингом достаточно долго. То есть, управление портфелем профессионально. И я для себя делаю эти анализы, потому что они мне нужны. Я же инвестирую, покупаю, торгую в биткоине и в других криптовалютах. И мне это нужно. Если я, например, сейчас просто открою графики, быстренько сделаю анализ сегодня, например, в 10 часов утра, потом в 2 часа, в 4, и этот анализ очень быстрый, я могу что-то пропустить. А тогда, когда я делаю видео, я это повторяю. Это я для себя 10-15 минут делаю видео, повторяю, смотрю. И когда человек это говорит, все практически еще более лучше фильтруется и отображается. То есть, для меня это, даже если никто не смотрит эти анализы, для меня это лично очень полезно, и поэтому я это продолжаю делать. Потому что я даже ранее помню в качестве заключения, когда я работал в брокерской компании, было одно такое правило, что когда ты занимаешься управлением портфелем, допустим, там акции, валюты, ну я не говорю криптовалюту, в это время и трейдингом. И ты разрабатываешь некую стратегию, иди перед зеркалом и начинай ее повторять, говорить, смотреть, обсуждать, чтобы практически все у тебя в голове отфильтровалось. Когда человек повторяет это и обсуждает, иногда выявляются вот эти нюансы. Так что это как для меня, немножко здесь перед зеркалом говорить, чтобы быть в форме на криптовалютном рынке. Итак, друзья, у меня на самом деле на этом все, каждый уже сам для себя решает, если кто-то это смотрит. Я, конечно, вам желаю удачи на финансовых рынках, хорошего дня, удачной недели, здоровья на первом месте и до следующего обзора. С вами, как всегда, в это время был Эдкит Спах. С вами был Игорь Негода.